Дорогие друзья, видео 2 на тему блокчейн. Скажу конечную цель. Это видео короткое, вначале оно вам может даже показаться немножко неинтересным, но в конце видео вы увидите главную проблему, то есть и решение, вот как был вообще построен блокчейн, почему вот к этому пришли. И я хочу очертить тот факт, чтобы вы еще услышали, что блокчейн только начинается. Это примерно то же самое, что когда-то Пифагор считал, что вот его теорема, да, это и есть вся геометрия. На самом деле всего лишь геометрия данная, то есть теорема Пифагора оказалась всего лишь частным случаем науки как геометрия. Так вот мы на том этапе, когда блокчейн, реализованный на основе майнинга, допустим в биткоин, это тоже всего лишь частный случай и дальше будет развиваться, придумываться. Возможно вы что-то придумаете, но в любом случае давайте подойдем, вот сначала подойдем. Итак, мы остановились на проверке транзакций, да, но для начала я скажу, чтобы прежде чем начать, да, чтобы не отвлекаться, что работает школа блокчейн spb-tut.ru, блокчейн с нуля, язык Python, язык солидность, программирование, обучение, разработка смарт-контрактов, это школа для начинающих. Смысл изучаем блокчейн, строим децентрализованные приложения, учимся работать с криптовалютой и основное внимание, конечно, на разработку смарт-контрактов. При этом, ребята, заострю внимание, смарт-контракт это уже правовая часть. Ну, например, в Республике Беларусь в конце 2017 года принят закон о смарт-контрактах. То есть то, что вы будете определять, допустим, в смарт-контракте, это уже будет на государственном уровне. Ваши государства обязательно со временем примут, то есть вы поняли, да, правовую составляющую. И все эти, в предыдущем видео мы рассматривали цифровые подписи, они, по сути дела, чуть-чуть времени пройдет, будут иметь очень-очень обычную цифровую подпись, то есть все это будет на государственном уровне. Ну, хорошо, ссылка на сайт в описании видео. Ребят, пошли, давайте повторим и подойдем. Итак, давайте еще раз повторим. Для верности все сетевые узлы проверяют предыдущие транзакции. Мы с вами это проходили. Хотя на самом деле, вот если брать примерно сегодняшнее время, сумма предыдущих транзакций примерно составляет там в биткоин 20 миллионов, да. То есть, по сути дела, мы с вами также говорили, что в системе биткоин проверяются сетевые операции, а не остатки. То есть, что у вас там осталось, это не важно. Особенно важно, есть ли то, что надо для сделки. Что это дает возможность? На самом деле, биткоин тоже только в начале пути, потому что это дает возможность отправку средств более чем одному человеку. В общем, грубо говоря, биткоин, я думаю, будет в этом смысле развиваться и делать очень-очень сложные вещи. Ну, пойдем дальше. Вот что из себя представляет выходная операция. По сути дела, это математический код, головоломка, который состоит из множества количества цифр, да. То есть, по сути дела, если злоумышленник будет угадывать эту транзакцию, для компьютера это уйдут годы, да. То есть, это невозможно. К этому ключу легко получает доступ человек, который имеет этот публичный ключ на выходе. Теперь, давайте еще раз вернемся к той вещи, да. То есть, еще раз проследим. Вычисление баланса происходит таким образом. Из итерации всех ваших транзакций, проведенных когда-либо, да. То есть, мы говорили, да, вот их сейчас большое количество. И сложение когда-либо не израсходованных. То есть, грубо говоря, входы. Вот так система определяет, да. Это очень надежно. По сути дела, грубо говоря, что происходит биткоин. При каждой новой сделке, добавлении суммы, вся сеть, вся сеть проверяет вообще все, что происходило за все время. Ну, конечно, это будет очень точно. С чем это можно сравнить? Вот вы, владелец кошелька, считаете, что это как банковские ячейки. И каждый раз проверила, но все ваше добро лежит всегда в банковской ячейке. Ключ имеете только вы. Вы. Сам ключ, ну, такое вот восприятие, да. Ребят, но ведь, обратите внимание, вы можете написать, и мы будем это делать со временем, свою собственную головоломку. Или вообще любой другой алгоритм, просто понимая глубоко систему блокчейн. Нужно понимать, что систему следует тестировать. Просто-напросто, когда вы досмотрите до конца это видео и посмотрите следующее, мы на самом деле, я хочу вам вот что доказать и показать, что биткоин был основателем блокчейн. И мы посмотрим, я повторюсь, ну, еще раз, что он решил эту проблему при помощи майнинга. Но это частный случай. Просто запомните сейчас, что у нас еще очень много работы. Есть одна плохая новость. Никто в системе биткоин не сможет восстановить ваш секретный ключ, если вы его утеряете. Ну, например, из-за сбоя жесткого диска. Как это лечится? В первую очередь надо сохранять копии. Это раз навсегда надо себе запомнить. Теперь еще немножко поговорим об анонимности. По сути дела, в чем существует опасность или не опасность, то есть чего боятся люди. На самом деле это бояться не надо. Это просто, как говорится, определенные защиты системы. Ну, по сути дела, сейчас я перейду. По сути дела, если был очень опытный программист, то при последней операции он бы мог связать это в какую-то группу, что эти данные относятся к вашему кошельку. То есть, как только, грубо говоря, человек связывает, что данные относятся к вашему кошельку, то он и получает доступ. Но, ребят, помните, мы с вами говорили, что это и... Стоп, сейчас объясню, секундочку. Сейчас поймете. Помните, мы с вами в том видео рисовали вот один участник, да, вот второй участник. Один имеет нечего там 10, да, второй имеет кепку. Смотрите. Кепку. Так вот, смотрите, как хитро поступил биткоин. Биткоин поступил таким образом, что, чтобы не дать злоумышленнику даже случайным образом угадать ваш код или получить к нему доступ. По сути дела, по сути дела, если я отправляю 10 и хочу получить кепку, то система, система, мы с вами это уже говорили, сейчас, система проверяет только наличие 10. 10. Это здесь я просто привел сумму, чтобы не лень было рисовать, да, вот эти все вещи. 10. Ну, здесь 139. На самом деле, система проверяет 10, но не всей системы. То есть, система проверяет наличие 10, чтобы получить кепку. Но в свою же очередь, в свою же очередь, в свою же очередь, в свою же очередь, система проверяет и может проверяет и все транзакции. Но это как бы разделено, понимаете? То есть, на момент сделки злоумышленник не может узнать все транзакции. Почему? Потому что, смотрите, если бы на момент сделки надо 10, а у вас транзакций было много, если бы человеку сдал, грубо говоря, все ваши транзакции, то он бы и получил доступ к вашему ключу. Поэтому получается, что когда происходит самосделка, вот система убедилась, что у вас есть 10 этих коинов, да, мультипультикоинов. Ей достаточно, но чтобы получить доступ, чтобы получить доступ, когда вот вы, вы хозяин отправляете, система проверит вас как хозяина, что все вообще ваши операции. Но это будет проверено только по вашему приватному ключу. То есть, злоумышленнику это не будет доступно. Это один из способов защиты. Сейчас, секунду, я теперь возвращаюсь сюда. Но мы можем вообще, так как система, то есть вы увидели, что мы уже обезопасены, да, но тем не менее поговорим об анонимности. Вообще, на самом деле, пользователь вообще может ничего не раскрывать, если он и будет использовать сеть ТОР, да, то есть, где будет скрываться вся информация, в том числе будет скрываться истинный IP. По сути дела, сама сеть получает только публичный ключ, который, при этом этот публичный ключ, публичный ключ, ребят, очень важный сейчас момент, я потом, наверное, это покажу, но публичный ключ пользователь также может сформировать без сети, то есть без интернета. По сути дела, опять это еще один уровень защиты, что угадать его преднамеренно практически невозможно, да, то есть получается анонимность огромнейшая, да, но просто-напросто на будущее пользуетесь, будете использовать сеть ТОР, да, тогда ваша анонимность и ваша защита вообще огромнейшая, да, потому что вы должны помнить, что такую вещь об анонимности, что ведь каждый участник имеет доступ к публичному ключу, поэтому вот и сделаны такие вещи, формирование публичного ключа, то есть система старается сделать таким образом, что в принципе нам достаточно публичного ключа, кто сформировал этот публичный ключ, где, под каким IP он сформирован, это никого не должно интересовать, и наоборот система старается скрыть эту информацию, то есть анонимность прежде всего, и она именно вводится на уровень защиты нашей информации, вот это я говорил, что публичный ключ может быть сформирован без интернета, подведем итог, в любом случае по конкретному публичному ключу каждый участник сети проверит транзакцию, а система внутри свяжет публичный ключ с приватным, по сути дела это то, что мы, с чего мы начали, сейчас я посмотрю, где мы кепку рисовали, а где мы кепку рисовали, ребята, я что-то не нахожу, ну, ладно, чтобы подтвердить последнюю идею, нарисую еще раз, то есть по сути дела, по сути дела, по сути дела, каждый участник сети проверит транзакцию, то есть да, сообщение по транзакции, мы говорили в первом видео, и проверит предыдущие операции на данную сумму, мы с вами на этом останавливались, да, понимаете, о чем речь, то есть это очень архиважный момент, постараюсь найти сейчас, вот оно, по сути дела, в данный момент, вот нарисуем еще одного участника системы, но считается, что это не один, а еще 100, 205 миллионов, неважно, по сути дела, значит, Иван из Белоруссии отправляет 10 фоин, моинкоин, чтобы купить кепку, да, и другие участники сети, здесь у нас там, допустим, Сара в Израиле, ну я говорю к примеру, да, ее аккаунт будет проверять, а есть ли, значит, эти деньги, то есть входящие операции, как только аккаунт Сары убедился, вот идут денежки, да, денежки же вот так идут, как только аккаунт Сары убедился, что действительно эти деньги есть, то сделка считается действительной, то есть действительность сделки практически проверяет каждый узел, вот это важно понять, но в любом случае, Сара, не имея приватного ключа, не имея приватного ключа, она не может проверить все сделки, так как проверить вообще все сделки, вот в данный, вот надо сейчас пересылать деньги, и надо проверить все сделки, это сложно, это имеется, вот это и есть, происходит связь публичного с приватным ключом внутри, но Сара имеет доступ, только вот, ага, узнала Сара, что ей 10 долларов, грубо говоря, информация пошла дальше, да, вот, а вот сам участник, имея приватный ключ, он имеет сразу доступ вообще ко всем своим сделкам, и эта система знает, она связала его ключ, его ключ, приватный с публичным, и, зная, что, ага, вот, именно этот публичный ключ, который проверяет Сара, относится, вот, к этому аккаунту, то есть, это один из способов защиты, но теперь нам надо с вами перейти к тому моменту, смотрите, но ведь, так бы было просто, давайте рассматривать проблему, из которой и родился блокчейн, ребят, не забыли, что, помните, начинайте помнить с конца этого видео, и помните в следующем видео, про теорему Пифагора, да, что когда-то Пифагор, Пифагор, думал, что это, говорил, что это вся геометрия, на самом деле, на сегодняшний день, каждый ребенок понимает, что теорема Пифагора, это всего лишь частный случай геометрии, а геометрии намного больше, да, включая себя там, тригенометрию, и все прочее, и все прочее, так вот, если, это только уровни защиты, но блокчейн был построен, потому что возникла огромная проблема, и давайте посмотрим, как решает, решил эту проблему блокчейн, у нас есть Вася, хакер, да, ну, представьте, и есть, в, мы говорили, где-нибудь там, во Флориде, я сейчас утрировано говорю, утрировано в чем, ребята, сейчас, секундочку, утрировано в чем, сейчас напишу, в Флориде, утрировано в чем, утрировано в том, что, ребят, на самом деле, ведь вы, как программисты, вы будете, и загружать кепки, и делать все это, да, либо там, применяя биткоин, да, но свою систему вы будете делать всю, да, но нам надо сейчас очертить проблему, поэтому мы немножко, как бы, будем отходить в сторону, итак, почему родился блокчейн, будем рассматривать позже, но сначала рассмотрим проблему, есть хакер Вася, есть хакер Вася, а, и он хочет купить кепку, у него есть сумма, которую требуется за покупку кепки, там, 10, басик коин, басик коин, 10 басик коин, ну, басик это моего котика же зовут, 10 басик коин, теперь давайте смотреть, прежде чем понять, как решил биткоин, и почему родилась блокчейн, при помощи майнинга, давайте посмотрим, да, мы рассмотрели средства защиты, итак, движение денег сначала, деньги будут двигаться по сети, да, то есть, пока дойдут до кепки, мы это знаем, то есть, вспоминайте сейчас, что каждый блок будет проверять, транзакцию, да, то, что мы говорили ранее, а вот теперь становится серьезная, серьезная проблема, давайте подумаем, хакер Вася, ну, вот смотрите, это многие не могут понять, откуда взялся этот майнинг, оказывается, биткоин решил это так круто, но это, еще раз напоминаю, всего лишь частный случай, хакер Вася отправляет денежку, ну, давайте я чего-то тут сделаю сердечко некое, ага, вот у нас будет, сейчас, секунду, извините, но рисую я во время, как идеи приходят, вот у нас плямза, пошли денежки, Вася дожидается, когда во Флориде, то есть, это, ребят, вот это пошла транзакция, то есть, пошла, да, ходить вместе с этим, сейчас, секунду, я все-таки остановлю, ну, вот смотрите, то есть, вот пошли денежки, мы с вами изучали, что пересылка денег имеет значение сама подпись, да, в транзакции, что она является подлинной, пошли денежки, пришли, значит, хакер Вася дожидается, и отправляет он, допустим, в 12.00, да, там, по МСК, да, по московскому времени, дожидая, но это все в программе, я говорю утренную, дожидается, когда Игорь, Игорь, да, отгружает кепку, то есть, пошло сообщение об отгрузке кепки, сейчас покажу, то есть, смотрите, у нас же все с компьютерами, пошло сообщение об отгрузке кепки, в это время, в это время, все, пошла кепка, кепка пошла уже к хакеру Васе, в это время, Вася, берет, меняет время, сделка была проведена в 9.00, и 12.00, в 9.00, предыдущую сделку, когда он закупал кепку, А, отправляет другое сообщение, на 12 часов, да, смотрите, на 12, какой, ух, какой нехороший, возврат средств, запросить эту транзакцию обратно, и денюжка пошла обратно, в конце концов, что происходит, все, у Васи и кепка, и деньги теперь, что делает Игорь, добросовестный, он, он, смотрите, вернее, чтоб все било, вот здесь будет 11.59, в реальности, в реальности, у Бориса, у Игоря, то прошло, что транзакция прошла в 12 часов, да, 12, пока деньги двигались по сети, да, но этого уже нету, время изменено, здесь 9, возврат 11.59, что происходит, происходит следующее, пока сеть начинает разбираться, и Игорь запрашивает все-таки эти деньги, да, он пытается их запросить, он пытается их запросить на сумму 11.59, но деньги уже вернулись к Васе, и мы же с вами рассматривали, система говорит, «Эй, нельзя запросить деньги, ведь это получается вторая транзакция, а это нельзя сделать в системе, то есть в данном случае Игорь остается и без денег, и без кепки». И вот тут мы подошли с вами к самому интересному, к майнингу, как решила эту проблему биткоин, показав, что блокчейн надежнейшая валюта, да, и что не получится, то есть, как вы поняли, что да, на самом деле в сети время записывается, да, и записывается навсегда, потому что проверяется всеми участниками, но мы взяли ситуацию, когда компьютеры очень мощные, очень быстрые, можно быстро все изменить, да, буквально за считанные там миллисекунды, мы взяли, расписали это как, вы знаете, там медленном сне, да, я вам расписал, и в конце концов показал, что транзакция прошла, вернулась, на 12 пока заказывали, а оказывается той нету, разобрались, начали на 11.59, а она уже зачислена опять в АСЕ, и прошла как завершенная, и пока Игорь пытался ему, бац, эта транзакция закончена, то есть, кепка отправлена, по сути дела, ну, поняли, да, пока мы видим просто сеть, и вот сейчас уже в следующем видео будем рассматривать, как решила вопрос, как решила вопрос биткоин, создав систему блоков блокчейн при помощи майнинга, уже в следующем видео, я думаю, я вас заинтересовал, да, но сейчас важно запомнить, что на самом деле, в биткоин уже учли, что время, меняйте хоть сколько угодно, оно не имеет значения, мы сейчас с вами будем рассматривать далее, да, что, что имеет значение, и почему все сработает на все 100%, больше просто нельзя дать. Хорошо, в следующем видео встретимся.